Значимым событием уходящей недели в жизни Русской Церкви было празднование 13-й годовщины интернизации Святейшего Патриарха Кирилла. В силу сложной эпидемиологической ситуации эта дата не отмечалась в столице торжественным богослужением, но в епархиях повсеместно прошли благодарственные молебны. Прошло богослужение и в столице Узбекистана. В день почитания памяти преподобных Макария Египетского, Марка Эфесского и Савы Старожевского глава Среднеазиатского митрополитического округа митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Троице Никольском женском монастыре города Ташкента. В этот же день, 13 лет назад, состоялась интернизация Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла. В связи с памятной датой митрополит Викентий по окончании литургии совершил благодарственный молебен ко Господу, а затем поблагодарил всех за совместную молитву о предстоятеле Русской Церкви. Он был возведен на Патриарше Христов в этот день, когда мы празднуем память вот такого великого святильника нашей Церкви, святого святителя Марка Ефесского, который в свое время был поборником православия, сохранения чистоты православной веры. Если сделать такое сравнение, то не случайно Господь избрал Патриарха Кирилла именно в этот день, в день памяти святителя Марка Ефесского. Сейчас тоже идет такая же ситуация, когда Казахстанский Патриархат пытается нести свои коррективы и в какой-то степени даже умню. И дай Бог нашему святейшему Патриарху сил, мудрости, крепости, душевных и телесных здравий, чтобы и в дальнейшем не внес он в свое служение Русской Православной Церкви, и не только Русской Православной Церкви, но и всему православию, в деле сохранения единства веры и частности веры православной.